Сегодня МЧС заканчивает подготовку глобальной проверки систем оповещения. Завтра в назначенное время раздастся гул сирен. Некоторые телеканалы радиостанции прервут собственное вещание, чтобы передать важные сообщения. Какое, для чего и что делать тем, кто его услышит, расскажут мои коллеги. Внимание, граждане, проводится проверка систем оповещения республики. Такое сообщение должны услышать в каждом доме по радио или телевидению. Незадолго до этого по всему Татарстану зазвучат больше 300 сирен. Половина из них установлена в Казани, в основном в местах массового скопления на жилых домах и производственных зданиях. Звук только одной сирены разнесется в радиусе как минимум полукилометра. Те же, кто окажется вне зоны покрытия сигнала, смогут увидеть информацию на экранах. Они установлены у крупных торговых центров или на бегущих строчках в общественных местах. Проверка должна полностью имитировать реальную чрезвычайную ситуацию, поэтому предупреждение все должны получить лично. Возможно, будет рассылка СМС-сообщений. Те районы, которые у нас не попадают, допустим, под систему централизованного оповещения, то есть подзвучание электросирен, спланировано доведение сигналов автомобилями оперативных служб с сигнальным говорящим устройством. Детальная проверка системы оповещения последствия крымских событий. После трагедии готовность к извещению о чрезвычайной ситуации изучается во всех регионах. Во время тестирования будет работать межведомственная рабочая группа. Апробация поможет выявить слабые стороны вопроса. В данном случае мы проводим проверку системы оповещения, то есть никаких действий от населения не требуется. Они должны выслушать его, уяснить для себя, что проводится проверка. В первую очередь у нас планировано доведение информации по каналам радио и телевидению ВГТРК. Испытания планируют провести в субботу с 10 до 11 утра.